Так, сейчас попытаюсь одним махом ответить на десятки однотипных комментариев, откуда оптимизм, почему я вижу такие перспективы для Украины хорошие, и в принципе, наверное, придать оптимизм людям, которые там где-то далеко за границами Украины сейчас рассказывают о том, как все, как нам надоело воевать, как мы устали от войны. В общем так, оптимизм на чем основа? Во-первых, это про... в части это будет личное, личный мой опыт, и второе, это какие-то на основе, как я надеюсь, объективных данных, почему надеяться на лучшее не стоит, а просто стоит его ждать, приближать своими действиями. Знаешь, личный раздел. Почему я оптимистичен? Потому что мне есть чем сравнивать, ребятки. В 2014 году, да, я, блин, 20-й раз уже рассказываю, но уже в одном видео так в одном видео. В 2014 году, вот, первые два нападения ДРГ мы, правда, отбивали, вот, у нас на все подразделения, у нас были пистолет у офицеров и у личного состава автоматы 545, не было ни пулеметов, ни БТРа, ни там БМПшки, нифига у нас не было. Ну, ничего, отбивались, да, там, при втором нападении погиб уже парень. Ну, в любом случае, никто не разбежался, не сдался, не сохранили строй, скажем так, да. Что же мне сейчас пессимистить, когда у нас там, я не знаю, извините меня, блин, не то, что там БМП и БТР, у нас тут Макс Про, у нас тут Леопарды, у нас тут Хаймерсы, у нас тут Атакамцы, кассетные, вы видели, что кассетные творят снаряды? Я когда увидел это своими глазами, ну, это же, я, честно говоря, я тысячу раз перекрестился, как неверующий, что это не против нас работает, это же в сито превращается. Так что в этом смысле совершенно не пессимистично настроен. Второе. Почему победа Украина кажется мне, ну, совершенно, я в 14-15 году я написал, да, Россия будет первой страной в мире, которую съела мой. Это неизбежно уже. Человек, который допустил такую радикальную ошибку, ну, Путина имею в виду, аннексировал в Крым, он неизбежно будет дальше допускать следующие ошибки. Это не мои слова, даже это я цитирую, как там этот был в Индонезии, когда аннексировала, забыл, как называется, Восточный Тимур. И тогда еще не правитель, а просто один из представителей этого Восточного Тимура, его спрашивают, почему вы так верите в то, что в аннексе это будет отменено? Он говорит, потому что большому государству, там в том случае это Индонезия, нафиг не нужно связываться, нарушать какие-то, вляпываться в разлад отношений с остальным миром ради такого маленького государства, там как этот Восточный Тимур. Рано или поздно, допустим, в одну ошибку он неизбежно будет допускать, ну, правитель Индонезии, другие, там Сухарту тогда был, я не помню, кто это было в 90-х годах. Ну, так и получилось. Индонезия, в конце концов, отказалась от аннексии, потому что под давлением санкций, под давлением там осуждения. То же самое будет с Россией, я еще раз говорю. Я в 2014 году написал, что Третий Рейх после аннексии Судет продержался 7 лет, просуществовал, и Российская Федерация после аннексии Крыма просуществует ненамного дольше. Вот у нас 14-й год аннексии Крыма, у нас 24-й, да, это будет уже 10-й год. Я думаю, что мы уже тут, это дело одного-двух лет, скорее всего. Почему я так думаю? Давайте посмотрим, блин, нафиг, с чем мы входили. Вот я просто вспоминаю, вот, допустим, август прошлого года. Я сижу там под пологами, арта нас кроет, блин, я сижу там дежурством, я там по 6 часов, да, то есть, это арта кроет так, что я там за эти 6 часов по 20 раз сбегаю в укрытие. Что мы сейчас наблюдаем? Российская Федерация покупает снаряды у Северной Кореи. Ну, я вижу это в комментариях, мы же покупаем, они как выпрашиваем. Да не в том дело, это говорит о том, что у вас своих нету, Российской Федерации. Понимаете? И я же по интенсивности боев, я слышу, по интенсивности обстрелов. То есть, вот здесь, прямо здесь я находился, а у нас тут крыша рушилась от арты, от работы арты, в буквальном смысле. Сейчас, ну, то есть, еще раз говорю, у нас сейчас ситуация, где в 22-м году, когда Российская Федерация к нам пришла, это была действительно вторая армия мира, там современная техника, Т-90, там, посмотрите, крейсер Москва-Черноморский, там, остров Змейный захватил одним заходом. Где сейчас Черноморский флот Российской Федерации? В заду, через букву З, да? Где у нас сейчас артиллерия российская? Как она себя чувствует? Сколько у нас там стволов? Сколько у нас букв, ну, российских, погорело? Как себя ведут на поле боя, ребята? Где эти доблестные рязанские десантники, которые там Гастомель брали? Взяли Гастомель? Кому мы сейчас видим? Недельная, недельной давности история. Наши пацаны вот здесь подработены. Просто подходят, сидят пять человек, блин, нафиг этих рашистов. К ним подходят белый день на дворе. Наши бойцы подходят, просто забирают у них автоматы. Те даже не реагируют никак. Там уже отребье такое пособиралось. Я не знаю, они обдолбаны. То есть там или что с ними происходит. Это вот, ну вот. На то не делили. Даже в начале это еще сегодня. Пятница погон. Качество личного состава рашистов отвратительное становится. Может там вот эти бунты матерей, ну не бунты, а возмущения, да, как они говорят. Верните наших мальчиков, заберите других на мясо. Ну, в таком ключе. Вы говорите, что у нас такое то же самое. Но я у себя в стране, я у себя на родине, я, блин, нафиг за свою землю, я не могу развернуться и уйти куда-нибудь. Нет, ну кто-то, конечно, разворачивается и там текает, там по каким-то селам хавается или там за границу бежит. Но тут дофига в Украине таких людей, которые готовы воевать и убивать и погибать для того, чтобы вытворить отсюда эту мразоту рашистскую, понимаете. Нас все еще до хрена. Конечно, нас убили много, но, блин, нафиг нам, мы, ну, я совершенно не собираюсь, блин. Нету вариантов, понимаете, когда в твою хату пришел бандит, там расстроиться и сказать, ладно, я обиделся, я надеел, я устал, я пойду, блин, там, я не знаю, куда-нибудь к соседу, блин. В Польшу. Ну, для меня нет такого варианта. Как с экономикой у нас в Российской Федерации дела? Как там у нас продвигаются эти самые, блин, там, нефтяные вот эти танкеры? Как у нас, вы посмотрите, Россия закладывает на следующий год, 24-й, 1% роста экономики там, да, и при этом увеличение бюджета на 25%, на 22, по-моему, да. То есть, это, если сейчас доллар там под 100, 90 с чем-то, то он будет в России там 130, то есть, они как бы сами уже расписались в этом, что так будет, потому как, ну, никак ты не получишь иначе. Если у тебя доходы увеличиваются на 1%, ну, то есть, рост ВВП на 1%, а доходы увеличились на четверть. Нормально это? Вы тратите, Россия тратит на вооружение в следующем году 120 миллиардов. Во-первых, это 120 миллиардов по нынешнему курсу, да, в следующем году это может быть, долларов, долларов, это может оказаться не 120 миллиардов из-за инфляции. А во-вторых, вы понимаете, что когда нам помогает, там, допустим, на 100 миллиардов, вот Америка не хочет, там, Германия помогает, Нидерланды помогают, Япония там 4,5 миллиарда выделяет. Оно дает нам готовую продукцию, готовый танк, готовый Брэдли, о, Брэдли здесь тоже катается туда-сюда. То есть, что такое 120 миллиардов затраты на оборону Российской Федерации? Это ей надо купить станок, это ей надо нанять рабочих, понимаете разницу? То есть, на 120 миллиардов ты накупил станков, которые заработали, оплатили рабочих, ты купил металл, а потом превратил их в танк. И это все у тебя уменьшается в 120 миллиардов для Российской Федерации. Для Украины это оборачивается 120 миллиардов, это поштучно танками. Как дела у нас с авиацией, Российская Федерация? За неделю сколько? Семь самолетов у вас загорелось, там что-то поломалось, приземлилось. И будет лучше. Я там, я жду, не дождусь, когда Крымский мост у вас отправится туда же, куда тот Крымский мост, который Гитлер построил. Вы знаете, да, что Гитлер строил мост такой же самый, ну, в том же месте, где этот мост сейчас, знаете? Вот там же и у вас будет мост этот Крымский, расисты. Я вам гарантирую. И желательно, чтобы побольше вас на нем в этот момент оказалось. Ребята, у россиян нет никакого шанса. Они находятся в лагере, в лагере людей, государств, Северная Корея, Иран. Даже Китай уже съехал. Уже все, уже Си Цзиньпин это посмотрел, что толку с этих ребят не будет. Поехал в Сан-Франциско, там, подоговаривался по поводу торговли и всего остального. Вы остались просто, я не знаю, кубинцев сейчас набираете себе, не пальцев набираете себе в войска. Господи ты боже мой. Вторая армия мира. Это эпично, до какой деградации, как быстро довел вас один-единственный вот этот вот пляшивый недомер. Это, конечно, выдающийся результат. Уверен просто на 99%, что его где-то завербовали в 90-х. Потому что такого уровня идиотизма я за ним не подозреваю. И он, по-моему, это надо целенаправленно план выстраивать. Ему следует, чтобы до такой страны, страна, которая была там в G8, она теперь самая подсанкционная страна. То есть, ну, ребятишки. Так что я очень оптимистичен. Я, конечно, могу не дожить чисто физически, там, меня могут убить, да, здесь там в армии, там, под этим работе, да. Но в том, что это закончится победой Украины, ну, будем говорить, демократического мира, Запада в широком смысле, там, Япония, Япония, там, как бы, западный мир только условно, можно, географически восточный находится. Но Япония, Австралия, Германия, Америка помогают нам. Сейчас Аргентина, он тоже этот пришел. Человек говорит, идите вы со своими коммунистами и так далее, с россиянами. Вы оказались, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто-то. Вы среди такого отребия расисты оказались сейчас, что просто это стыдобище, это просто, я не знаю, ну, в общем, это эмоции. А факты такие. То есть, с деньгами будет, ну, швах. Это будет хуже 90-х, когда это все развалится. И сейчас же начнут ребята, которые по сообразителям, там, на Дальнем Востоке, там, бам, перерезали, там, самолеты попадали. Что это будет за Дальний Восток, часть России, если ты туда на Перекладных будешь 8 месяцев добираться, на Медведях. И начнут ребята соображать, слышите, сейчас же придется как-то кому-то оплатить за восстановление Украины, репарации и все остальное. А что мне не сказать, что я вообще, я там, Дальневосточная республика, Сибирская республика, Татарская республика, в Казани. Да, как-то, россияне вырезали казанцев, да, московиты, вырезали Казань, помните эпизоды, да? То есть, сейчас скажут, а мы тут ни при чем. Это он, разбирайтесь, с Москвой, это там, в Кремле сидел какой-то пляшевый гном, и это он убил там сотни тысяч украинцев по его приказу. И наших еще повалили на под это дело сколько. Потому что, ну, зачем? Мы отдельное татарское государство. Нафига нам платить, блин, Украине репарации? На каком основании? Мы к России не имеем никакого отношения. Мы в 90-м каком-то году проголосовали за суверенитет, что действительно, правда, можно посмотреть. Татарстан там, по-моему, проголосовал, там выбрал, там у них же президент этот был свой. И сколько таких будет? А Северный Кавказ? Как себя будет вести? Дагестанцы вот эти, которые школу сейчас недавно смотрят, что школу, это в вагончиках они в школе учатся. Вторая армия мира, у них в Дагестане дети учатся в вагончиках, блин, в строительных, потому что в школе, блин, нафиг проваливаются крыши. Пятая экономика мира говорит, по паритету покупательной способности мы Германию обогнали. Я не вижу для себя поводом быть пессимистом относительно Украины и России. Украина может не получить там финансирование от Америки. Нам помогут там, я не знаю, финны, посмотрите, как помогают. Это, кстати, тоже удивительный момент. Финноугорщина, да, то есть финны это один народ по факту. То есть просто венгры. Но посмотрите, какая разница, если финны вздрючили Советский Союз, трехмиллионный, по-моему, на тот момент Финляндия, 150-миллионный Советский Союз навертело просто, я в восторге просто от этих людей, понимаете? Насколько мужественным, насколько смелым. Им никто не помогал, так как сейчас Украине. И они все равно смогли отстоять свою страну, а сохранить суверенитет. Венгры, которых Советский Союз там дрюкал уже после, там, Второй мировой войны, там, восстань, вот этот, подавил, заходили войска Варшавского договора. Сейчас вылизывают задницу этот Орбан Путину аж до того, что и клизм не надо ставить. Потрясающе. Вот как это может так случиться? Ну, финны, конечно, сейчас я вижу, что они нам помогают и вооружением. Они знают, что такое Рашистская Федерация, что такое Россия. Они на своей шкуре это прочувствовали, своей кровью за эти заплатили, как и мы сейчас платим. Ну, это так, это отвлечение немного в сторону. В общем, спасибо всем, кто помогает Украине. Вы точно не прогадаете. Рашистская Федерация отправится в ад, где и место. В Москве это распадется на 38 попугаю. Надеюсь, я это живым застану.